Привет, друзья! Наш ремонт в эфире уже подходит ближе к финалу, и мы сейчас на стадии монтажа и укладки напольного покрытия. Напольное покрытие у нас будет не совсем обычное. Напольное покрытие у нас будет инновационное, технологичное. Почему, Аня, ты его выбрала? И что это будет за покрытие? Ну, у нас в квартире имеется несколько таких нюансов по типу теплый пол. Мы хотим положить напольное покрытие одним полотном, чтобы оно заходило в коридор и в кухню, поскольку оно не боится воды. То есть оно будет во всех помещениях, кроме санузла и лоджии? Да, да, да. Чтобы сделать единым это полотно, помещение не такое большое, вся квартира, поэтому мы решили сделать вот единый пол. Этот единый пол визуально, насколько я понимаю, будет придавать объемы, и площади, и пространство смотреться будет больше. Ну, да, немножко упрощает понимание интерьера в целом. А вот когда делается между помещением, там не будет вот таких вот дурацких металлических порожков, переходиков? Нет, оно у нас переходит из одного в другое, а на стыке с плиткой у нас будет просто герметик. Единым неделимым. А помнишь, как мы с тобой мечтали о том, чтобы появился специалист, который бы знал и технологии, и производство? А представь, он бы еще занимался тем, что на всю Россию поставлял вот эти покрытия, и чисто случайно бы оказался коммерческим директором компании «Аквафлор Россия». Да, было бы неплохо. Здравствуйте, вот и я. Привет, Павел. Рады видеть. Привет, Павел. Соответственно, у этого продукта очень много названий. Это ПВХ-плитка, это ЛВТ-плитка, это кварц-виниловая плитка, это влагостойкий ламинат. Больше всего людям он известен как кварц-винил. Ну, на самом деле, я не буду здесь развенчивать мифы, кому это интересно, могут почитать об этом подробнее на нашем сайте. Хотят люди называть его кварц-винилом, пусть называют его кварц-винилом. Основное, что делает этот материал, он абсолютно не боится луани. В любых влажных зонах и так далее. То есть, это 100% влагостойкий материал, который не впитывает в себя влагу абсолютно никогда. Это главное его преимущество. Второе его преимущество. Этот материал можно постелить в помещении абсолютно любом. Будь то балкон, комната, коридор, кухня, даже ванная комната. Можно постелить этот материал единым полотном без порогов, потому что он имеет очень маленький коэффициент температурного расширения. И, соответственно, зазоров, принятых у других напольных покрытий, вам оставлять не нужно, что, собственно, и реализовано в том проекте, в котором мы сейчас это делаем. Да, мы хотим бы добиться этого. Материал имеет повышенный класс износа стойкости. В России его принято означать 43-м классом. На самом деле здесь все определяется толщиной защитного слоя. Толщина защитного слоя здесь 0,5 мм. Чтобы было более понятно, его можно уложить в любых жилых помещениях, в любых коммерческих помещениях, будь то магазины, бутики, различные кафе, рестораны и так далее, в медицинских учреждениях, в детских, дошкольных учреждениях и даже в путях эвакуации, что очень важно для каких-то торговых центров и тому подобное. Универсализм по сравнению с любыми другими покрытиями, он уникален на самом деле, потому что это покрытие, которое не требует за собой дополнительно никакого ухода. Вы его один раз постелили на пол, забыли, ничего с ним не произойдет, его не поведет, он не вздуется, вам плевать, что вас залили соседи, что вас прорвало стояк, вам на все на это наплевать. Вы один раз положили и все, что вам нужно, это пропылесосить и протереть влагами. Отлично. Я не могу не спросить у вас как дизайнер по поводу палитры цветов, по поводу форматов, по поводу каких-то коллекций, способов укладки, то есть это какие-то геометрия, может быть, елочки, какие-то нестандартные решения. Смотрите, здесь у нас сейчас выбрана классическая доска стандартного размера, метр двадцать на сто девяносто. Особенностью этой доски является тиснение в регистры, это когда у нас структура поверхности совпадает с оттиском на панели, то есть если здесь сучок, то и на ощупь тоже будет сучок. Сучок же? Да, сучок. На самом деле в нашем ассортименте сейчас одиннадцать разных коллекций, это различные форматы, это различные толщины, это различные способы укладки, есть клевое, есть замковое, различные геометрические формы даже есть, есть у нас прямоугольная, есть квадратная плитка коллекции Versa, лимитирующий наборный паркет, есть коллекция паркет, которую можно укладывать елочкой, квадратом, вообще там десять разных способов укладки. В одном из ваших проектов вы ее, кстати, собираетесь использовать. Да. Вот, и самое главное, самое главное, ни один декор нашей коллекции не повторяется, то есть каждая коллекция имеет разные декоры и разные коллекции, соответственно, тоже имеют разный рисунок поверхности. То есть, условно, в нашем ассортименте сейчас для дизайнеров порядка 87 различных интерьерных решений. Павел, ну тогда ответьте на вопрос, как мы будем укладывать конкретно вот эту коллекцию, которую у вас имеется? Конкретно эту коллекцию мы будем укладывать с вами классическим стандартным способом, палубным настилом. Из необычного будет то, что у нас покрытие перейдет из одной комнаты в коридор и потом на кухню. То есть, мы будем стелить, как и говорили, единым полотном, чтобы у нас нигде и никогда не было порогов, чтобы мы не ходили, об них не спотыкались, не дай бог не разбивали себе носы и так далее. Никаких переходных планок. Да, никаких переходных, все единым порогом. На самом деле, это очень красиво и эстетично смотрится. Укладывать мы будем замковым способом, то есть, это плавающий пол. К нему есть ряд требований, о которых я бы хотел рассказать подробно. Самое главное, под любой пол, это очень важный момент, нужна идеальная, хорошая, подготовленная стяжка. Вот здесь, на этом объекте, сделано просто превосходно. С помощью наливных полов здесь выровнено все в идеальном, фактически здесь натянутый носовой платок, можно так сказать. Для этого пола и для любого другого пола подготовка стяжки является важнейшим аргументом. Если у вас будут кривые полы, что бы вы на них не постелили, замки вы рано или поздно поломаете. В данном случае, этой проблемы нет. Следующим важным моментом, учитывая то, что у нас две разные зоны, здесь у нас теплые полы не используются, в коридоре и кухне, у нас используются теплые полы, является обязательное наличие зазоров по периметру своего помещения. В местах, где у нас теплого пола нет, в зоне комнаты, наличия зазоров нам достаточно 0,4-0,5 мм. А вот там, где мы уже уходим в зону теплого пола, там мы обязательно оставляем по всему периметру порядка 0,8-0,9 мм, так, чтобы нам перекрыл плинтус. А для чего нам это нужно? Пол плавающий, и ему нужно иметь возможность куда-то расширяться и сужаться. Если мы не оставим эти зазоры по периметру, он нам будет вставать домиком в центре комнаты, поэтому зазоры должны быть всегда при монтаже. А какой температурный режим допустим для этого покрытия? Ну, на самом деле, покрытие мы укладываем внутри помещения, поэтому здесь всегда признавая температура. А так, фактически, это напольное покрытие можно укладывать при температуре, используя при температуре от минус 5 до плюс 82 градусов. Вот на температуре плюс 82 градуса у него находится точка размягчения, и у вас он просто весь расплывет. Но я боюсь, что если будет 82 градуса в помещении, первыми расплыветесь вы. Ну да, логично. В пределах квартиры при стандартной температуре, но обычно в помещении около 20 градусов, с этим покрытием ничего ровным счетом не происходит. Если мы говорим про зону теплого пола, которую мы подогреваем, то, собственно, как и у всех производителей виниловых напольных покрытий, да и ламинированных напольных покрытий, температура основания не должна превышать 28 градусов. Это делается для того, чтобы люди не перегревали и не портили покрытие. 28 градусов – это достаточная температура для того, чтобы босыми ногами по нему пройти и было комфортно. Более того, сам материал не является холодным, как плитка. Можно потрогать его, он будет теплым. Но у него температура… Он принимает, да, температуру помещения, ну, может быть, на 1-2 градуса он ниже. По сути своей, вот у меня лично дома лежит, и мы хотим быть… Ну да, согласна. Итак, монтаж. Покрытие укладывается рядами один за другим. Причем обрезь с первого ряда может быть начальной планкой к следующему ряду, при условии, что эта планка не короче, чем 30 сантиметров. Разбежку, как вы хотите сделать хаосу, можно делать абсолютно любую. Главное условие, что планочка не должна быть короче, чем 30 сантиметров. Комбинируйте, играйтесь, как хотите. Лично я предпочитаю ровные линии, но дизайнер ровные линии не любит, поэтому они все делают хаотично. Соответственно, собираем первый ряд, затем второй ряд собираем одна доска за другой, и просто под углом 45 защёлкиваем его к предыдущему ряду. Если нужно, используем добивочный материал, и не забываем использовать распорные клинии, чтобы оставить температурный зазор. Начинаем укладку от одной стены и идем по направлению к дверному проему. В дверном проеме главное условие, которое мы должны соблюсти, это если мы пришли целой пластиной на порог, то между косяками стык у нас должен быть ровно посередине, чтобы у нас не страдал замок при дальнейшем использовании материала. Затем мы выходим в коридор и продолжаем дальнейшую укладку до последнего ряда, причем переходим мы не только в коридор, но и переходим в кухню. Последний ряд мы заберяем нужное нам количество с учетом зазора, аккуратно подрезаем плитку и укладываем ее, если нужно, используем добивочные материалы, чтобы все замки ровно и красиво бегли. Не стесняйтесь использовать добойник, чтобы у вас не оставалось никаких щелок, иначе вы просто не крае. Итак, наш объект готов, строители закончили работу, и мы сейчас будем проверять, как качественно они это все сделали или нет. Да, давайте, с чего начнем? Начнем с зазоров, самое главное с зазоров. Зазоры по периметру мы везде видим, что соблюдены. Один есть небольшой косячок, вот здесь вот немножко замок до конца не встал, это нужно будет подбить. Но это же возможно исправить? Да, конечно, это можно исправить, для этого они возьмут специальный инструмент, молоточек и подобьют, чтобы замок стал до конца. Так, дальше у дверного проема, о том, о чем мы говорили, здесь тоже все соблюдено. Здесь заканчивается у нас одна целиковая планка, и вот в проеме замок ровно посередине, чтобы у нас никуда ничего не страдало. Ну и дальше, наверное, мы можем пройти уже в кухню, смотреть там. Так, здесь у нас зона кухни и коридора. Здесь у нас, как и говорили, все сделано без порожков. И вот именно в этой зоне у нас теплый пол по проекту, правильно? Да, да. Поэтому здесь очень важно тоже посмотреть, соблюдены ли все технологические зазоры по периметру помещения. Они здесь везде оставлены. У труб зазоры оставлены. У сантехнических всех раздвижек все это есть. Так, так, так. А, а вот здесь косячок. Строители сделали косячок. И что теперь делать? Ну, придется ребятам еще раз немножко поработать и перестелить. У нас покрытие все-таки многоразового использования, а не одноразового. В чем проблема? Вот здесь вот они, видимо, при монтаже немножечко раскололи плиту. Поднялся верхний слой. Вроде бы ничего можно оставить, но что будет происходить в жизненном процессе? Кто-то будет ходить делать вот так. И весь верхний защитный слой облей. Пока это можно исправить, пока здесь не стоит мебель. Но когда встанет кухня, демонтаж кухни не позволит уже исправить эту ситуацию. Поэтому сейчас строителям грозите пальчиком и заставляйте все исправить. Так, здесь у нас тоже зона теплого пола. Мы здесь также проверяем все температурные зазоры, чтобы они все были выдержаны обязательно. Порог сделан. Здесь сделано. Вот здесь у нас важный момент. Здесь у нас совмещаются два покрытия, плитка и виниловые покрытия. Здесь мы оставили минимальный зазор, для того, чтобы избежать опять запорозков. Он визуально перекрывался только дверью. В принципе, это немножко неправильно с точки зрения технологии. Но, учитывая, что здесь у нас помещение достаточно маленькую имеет площадь, здесь мы можем себе это позволить. И потом здесь мы немножко сделаем герметиком, чтобы имелся минимальный вот этот люфт температурного расширения. А здесь мы его компенсировали большей площадью зазора, чтобы покрытие могло у нас двигаться. В целом, здесь у нас все тоже хорошо. Ну что, в целом, в целом, укладкой мы остались довольны. Можем поставить укладчиком твердую четверку. Могли бы поставить пятерку, если бы вот не косячок вот там небольшой. Здесь это не страшно, а вот там эту вещь нужно обязательно исправить, иначе заказчица будет потом рвать и метать, когда все это обнаружено. Ну что ж, девушки, выражаем вам от лица Аквафлора большую благодарность за то, что вы создаете что-то новое. Благодарим, что вы использовали в этом проекте наше напольное покрытие. Мы желаем вам творческих успехов и дальнейшего развития. Спасибо всем нам! Ремонт в эфире!